Сельские летние игры в Кичминском городке проходят каждый год. На главных соревнованиях района накануне собрались несколько десятков профессионалов и любителей легкой атлетики, волейбола и других видов спорта. Этим соревнованиям уделяется очень большое внимание, уделяются деньги на развитие, это я точно знаю. Год от года все больше и больше команд участниц. И если летом для занятий спортом у местных жителей есть несколько площадок под открытым небом, то крупных спортзалов на зиму нет вообще. Спортзал есть, но он не такой большой, люди ходят, места не хватает заниматься. Для мини-футбола, естественно, очень мало места, а команда у нас ездит, на область часто выступает. Поэтому, когда приезжаем, допустим, в Вологду, в большие залы, там теряемся, в Нюксенице хороший зал есть, построили. Взяли руками все вместе, все вместе и на счет трет кускаем. Символический старт строительству нового физкультурного комплекса на территории Кичминско-городецкого поселения дал накануне Олег Кувшинников. Восточный район Вологодской области он посетил в рамках рабочей поездки. Примерная стоимость нового объекта составит около 120 миллионов рублей. Половину из них выплатят из федерального бюджета. Поэтому мы остановили свой выбор на строительстве плоскостных сооружений и на строительство многофункциональных физкультурно-оздоровительных комплексов для занятия молодежи и жителей районов в зимний период. Футболом, мини-футболом, волейболом, баскетболом и другими видами спорта, которые не так затратны и которые по плечу содержать администрации района. Кроме того, глава региона посетил мемориальный комплекс районного центра. Сквер воинской славы сейчас реставрируют и планируют полностью восстановить к 70-летию Великой Победы. Делают это члены местного клуба военных моряков на деньги, которые они получили благодаря грантовой поддержке из областного бюджета. В администрации городецкого поселения, администрации района здесь тоже сделать баннеры о русско-японской войне, Первой мировой войне и о Великой Отечественной войне. Вот там баннеры, чтобы молодое поколение знало, что наши земляки участвовали в трех таких известных войнах. Следующим пунктом визита стала одно из ведущих предприятий пищевой промышленности. Комбинат мяса выпускает больше тысячи тонн продукции в год, а ее качество признано на федеральном уровне. Компания входит в список 100 лучших. Завоевываете уникальные награды на всероссийских международных выставках достижений народного хозяйства, представляете свою продукцию далеко за пределами России. После этого в здании администрации Олег Кувшинников принял участие в награждении лучших жителей района, а также вручил медали участникам войны в Афганистане. Завершился рабочий визит в Рио губернатора традиционной встречей с населением Кичминско-Городецкого района, где он ответил на вопросы жителей. Павел Громов, Алексей Романов, Новости Вологды.